Можно ли радикально преодолеть столицу и продлить жизнь? Но я хотел бы пока отметить, и передать слово, что к нам присоединился Евгений Рогаев, профессор МГУ, заменующий лабораторий в Институте общей генетики РАН. Но пока я передаю слово Максиму Кулачеву. Максим, у вас 10 минут. Я сделаю все, чтобы уложиться. Обычно я читаю 5 лекций, когда я попали каждый. Итак, большое спасибо за возможность выступить в такой замечательной компании. Я расскажу вам о нашем проекте. Может быть, кто-то об этом слышал. Поэтому дает мне некоторые извинения в честь своих пролистывать, чтобы сэкономить времени. Мы пытаемся что-то сделать со старением, использовать для этого метахондриальный подход. Мы – это большой проект в Московском государственном университете. И его главной компанией-проект является компанией «Медотель». Что нужна компания, я скажу в конце. Мы придерживаемся не совсем традиционной точки зрения на старение. Мы считаем, что старение – это специальная программа, геологически заложенная в наши гены, в наши тела, с целью свести нас в магию. И освободить место следующими поколениями и еще другими всякими интересными целями. Таким образом, мы рассматриваем старение как заключительный этап индивидуального развития организма, заключительный этап антогенеза. И впервые наша гипотеза целиком была высказана Владимир Петрович Рускулачевым и соавтором в этой статье в Nature Reviews Genetics в 2005 году. И в этой идее есть один краеугольный камень. Ну, не один, но много. Существенный, называется голым земляком. Попытка доказательства от противника. Если старение – это необязательное свойство живых существ, значит, должны существовать животные, которые этого свойства не имеют, они не стареют, потому что они отключили вот эту злобовредную программу. И мы считаем, практически доказанным, что это отключение произошло практически полностью у замечательного африканского грызу на голову замокопа, фотографии, которую вы видите на экране. Поскольку для него вот замечательно, что коллеги делают свои доплаты до меня, вот этот экспоненциальный рост вероятности умереть с возрастом этого замечательного зверька отсутствует. Его вероятность справить следующее время рождение такая же, остается постоянной, что ему пять лет, что десять, что пятнадцать, что двадцать, что двадцать, что двадцать пять и, похоже, тридцать. Вообще, сколько он живет, до конца непонятно, потому что эксперимент начался только в 80-го года, соответственно, еще только тридцать с небольшим лет прошло. Его смертность не нарастает с возрастом. Это главная часть определения старения, соответственно, его можно считать неосторечным. Но при этом очень много старческих неприятностей, которые должны были у него развиваться, не развиваются. При этом это грызун размером с мышку, который живет два-три года и за это время успевает полностью составиться. Вот такое уникальное существо. И мы теперь очень гордимся. Оно есть в наших руках перед Московским государственным университетом. Завели себе несколько колодий этих землекопов, и артеи начали его изучать. И у нас есть объяснение, как он это делает. Конечно, оно очень общее. Это предмет дальнейших изучений. Смотрите, на кого похожи голые землекопы? А вот это не голые землекопы, а это крысят. Найдите десять отличий. Голые, причем на слайде землекопы, это уже взрослые особи. И не может быть десять, пятнадцать, двадцать. Он все время выглядит вот так. В первую очередь наш научный руководитель, мой отец, академик сплошетов, обратил внимание на то, что похоже, что голые землекопы это так называемое неотеническое животное. Явление неотения – это замедление или остановка антогенеза на ранних стадиях. Это широко распространено у насекомых. Крайне редко у позвоночных. То есть, например, аксоводка и амбестона. Аксоводка – это неотемическая форма амбестона земноводная. Так вот, похоже, что мы наткнулись на неотемическое мероприятие, которое просто остановило свою антогенез, свою программу развития на стадии новорожденного дрезуна. А поскольку новорожденный не стареет, то и программа стареет не успевает запустить. Таким образом, это просто то, что мы имеем в наброску вот этой остановки своего развития. Обращаю ваше просеченное внимание, что есть еще одно неотемическое животное. Это мы с вами. Вот посмотрите, как выглядит детеныш шимпанзе или белый шимпанзе. Насколько детеныш больше похож на человека. Правда? Если посмотреть на череп обезьяны и сравнить череп молоденькой обезьяны или ребенка-человека, они очень похожи. С возрастом человек сохраняет признаки детеныша, а обезьяна – звери. Поэтому в некотором роде можно говорить, что это обезьяна происходит, а у человека. Ну, масштабы антигенеза здесь есть, не генетические, а не наоборот. А это не мы придумали. На самом деле, очень многие антропологи сходят по мнению, что еще в 1927 году насчитано больше 25 признаков неотемической, то есть задержки развития у человека по сравнению с обезьянами. И забавно, что у нас это дает примерно тот же самый эффект, что и у земляков. Мы, правда, только вступили на этот путь, но и обезьяны разошлись совсем недавно, в отличие от земляков, у которого уже десятки миллионов лет существует. Но это вид молодой. Но и у нас старение начало замедляться. Мы живем аномально долго по сравнению с другими обезьянами. И вот это не может не водить на мысль, что программа старения, их критическая, она у нас замедляется так же, как у земляков, но тоже однажды станет нестареющим видом. Достаточно скорым отмановым взглядом. Это через 500 тысяч лет, миллион лет. Пожалуйста. Собственно, возникает разумный вопрос, а нельзя ли как-то приблизить в радостный момент и хотя бы понаблюдать? Как бы свои идеи сделать? У нас некая есть рабочая схема, как могла бы быть устроена программа старения. У меня очень много всего гипотетического. Но самое главное, пропуская огромную часть экономии времени, мы считаем, что с возрастом мы усиливаем процесс отравления самих себя свободными радикалами, которые мы производим в специальных местах в каждой нашей клетке, в метафондрии. И вообще метафондрии с Тайми связывают очень давно, и от статей 70-х годов до 16-го года обзора в очень приличном журнале метафондрии, непонятно, играют ли они главную роль в старении, но они где-то там рядом явно, и что-то для этого делают. Так у них есть огромное количество подтверждений. Метафондрии – главный производитель свободных радикалов в наших веках. Мы еще и в других местах можем это делать. Например, иммунная система во многом завязана. Это не метафондриальные АФК, а не метафондриальные антимикроны кислорода, другие. Я, пожалуй, вот эту сложную схему, как свободные радикалы в метафондрии влияют на нашу жизнь в самых разных аспектах, объяснять не буду. Поверьте, что от этого они участвуют в большом количестве порочных циклов очень неприятных всевозможных событий. В результате у нас возникла идея, что что-то сделать с этим изображением, как-то снизить уровень свободных радикалов в метафондриях. Даже если это не подверяем на старение напрямую, если наши гипотезы неправильные, у нас на сдачу получится неплохое лекарство для лечения, для противов, кучи всяких неприятных вещей. Для этого мы сконценируем, мы в первую очередь поднимем с кулачок, сконценируем специальное вещество, адрес нас точно до нанометров, доставляющее антиоксидант внутрь метафондрии. Вот оно, это вещество, на самом деле, класс вещества, у нас есть много всяких вариантов, но вот это мы будем изучать, называется СККО-1. Состоит из дрессующей части заряженного и эпофильного илона кулачёва и полезной нагрузки – антиоксидант. Вот вся эта штука с точностью нанометров накапливается в единственном месте в живой клетке, внутри внутренней мембранной метафондрии. И мы показали, что этот порочный цикл аксидантной метафондрии разрывается через несколько местах. Пропускает, опять же, кучу экспериментальных данных, очень много особенностей из этого вещества, мы больше 10 лет с ним возимся. Оно действительно работает. Если его добавить метафондрии, оно защищает их от окисления и снижает количество цифровых радикалов, которые находят наружу этих организмов. И это имеет очень интересный эффект на самые разные биологические системы, от изолированных метафондрий до целых организмов. Вот это результаты эксперимента. Даже сумма нескольких экспериментов на мышах произведет не кем, а Владимир Владимирович Манитин, наш главный геронтолог в нашей стране. А вот эти мышцы выглядели по-разному в очень рекламном возрасте. Конечно, это не людничные фотографии, все статистически достоверно. А вот эти результаты, как я помню, в 2017 году, сделаны они не в Швеции, а в Украине.